Я хотел написать сюжет, который был бы аллегорией или басней о современном капиталистическом обществе. Но я хотел, чтобы в нем были персонажи, которых мы встречаем в реальной жизни. Хван Дон Хёк из интервью журнала Variety. Эх, жил-поживал я и вовсе не планировал снимать рецензии и разборы на продукцию художественного кинематографа. Но примерно месяц полтора назад вдруг все крупные издания, все ленты в соцсетях запестрели новостями о новом южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Поднялся натуральный ажиотаж. Сериал через несколько недель после выхода, к октябрю 2021-го, стал самым популярным в истории Netflix. В первые же недели после выхода сериала продажи слепонов в Ванс, в которых на протяжении всего сериала герои проходят испытания, поднялись на 7800%. Инстаграм актрисы и модели Чон Хо Йон, исполнявший одну из центральных ролей, вырос с 400 тысяч до более чем 20 миллионов фолловеров. Агрегатор Rotten Tomatoes выдавал рейтинг рецензий на сериал свыше 90%. Наши борцуны из Лиги Безопасного Интернета уже требуют проверки игры в кальмара, как потенциально опасного для детей. А в Екатеринбурге подростки возле школы уже имитируют опасные игры из сериала. И это, на минуточку, реакция на сериал, имеющий ярко выраженный, я бы сказал, кричащий антикапиталистический посыл, о чем, в общем-то, говорит и его создатель буквально в каждом втором интервью. Впрочем, довольно скоро нашлись и те, кто клеймили игру в кальмара, кстати, не без оснований, как продукт вторичный, нудноватый и вообще не стоящий того общественного внимания, которое он получил. Например, реакция Евгения Баженова была такой. Настало время высказаться насчет сериала Игра в кальмара. Я отсмотрел, сколько там получается, 9 часов хронометража. Я хочу вернуть эти 9 часов обратно, потому что есть фильмы гораздо лучше, интереснее и на те же темы, что и поднимает Игра в кальмара. Сегодня мы поговорим не только об очевидных, сильных и слабых сторонах сериала Игра в кальмара, но и о том социальном, экономическом, политическом контексте, благодаря которому, ну, прям скажем, не самое выдающееся кинопроизведение снискало себе огромную популярность во многих странах мира и стало, ну, действительно таким событием. В общем, поехали. Начиная разговор об Игре в кальмара, нельзя не согласиться с его критиками в той части, что сей продукт поражает своей вторичностью. Глядя первые две серии, я не мог отделаться от мысли, типа, блин, да я это уже видел. Причем, наверное, даже не раз и в лучших вариациях. Перед нами история об аутсайдерах капиталистической системы, для которых жизнь превращена в ад и которым вдруг предлагают. Я хочу сыграть с вами одну игру. Игра на выживание, организованная на потеху представителям развращенной бразотной элиты. Игра, где нищие убивают и подставляют друг друга, совершают раз за разом тяжелый моральный выбор, карабкаясь по головам и стремясь унести гигантский приз. Ну и до кучи натурализм, кровь, мозги на полу. Все это в кадре, конечно, присутствует. Ах, как ново, как свежо. Мне порой казалось, что я смотрю какой-то гибрид пилы, голодных игр и тех же паразитов. Но оригинальным решением было разве что сделать игры между участниками детскими. Причем иногда доходит до копирования сюжетных ходов и сцен. Ну, например, больной раком оказывается главным организатором игр на выживание. Что, серьезно? Ребят, ну я смотрел пилу, как и миллионы и миллионы других людей. Не могу сказать, что эта серия фильмов вот прям моя любимая, но уж извините, я ее видел и помню. И я понимаю, когда условный лапенков прикол косплеит культовые сцены из «Брата» или «Терминатора 2». Но тут-то ситуация иная, и жанр иной отнюдь не пародия. Правда, сценарист и режиссер Хван Дон Хёк, в общем-то, и не скрывает, что в известной степени занимался косплеем. Он открыто говорит, что отталкивался от королевской битвы и манги «Игра лжецов». Про пилу и голодные игры, правда, помалкивает. Но вторичность — это как бы полбеды. Настоящим испытанием порой становится врывающаяся в кадр тягомотность. То есть периодически все здорово, бодро, динамично, и потом бац, как будто кто-то нажимает на педаль тормоза, и начинается сживание резины. «Святые угодники», серия про игру по собиранию шариков и несколько других эпизодов, особенно финальный, настолько резиновые, что их хочется включить на ускоренное в два раза воспроизведение и как-то уже побыстрее осилить. Честно, конкретно серию с шариками можно было уместить в 15 минут вместо часа, и весь этот жующийся драматизм в какой-то момент начинает просто надоедать. В таких условиях, когда предпоследняя серия идет уже не час, а 32 минуты, ты скорее радуешься этому. Впрочем, я нашел таким затяжком частичное объяснение. Дело в том, что Хван Дон Хёк изначально писал сценарий для полнометражного фильма, но продюсеры настояли на формате сериала. Поэтому условные два часа фильма превратились в восемь с половиной часов сериала, да еще и с трамплином под второй сезон. Еще одну группу проблем сериала образует его противоречия, ляпы, дыры и финал. Многие уже в этих наших интернетах заметили, что главный герой Кихун вынужден идти на игру, где его шанс выиграть ничтожно мал, в том числе потому, что его матери требуется дорогостоящая операция, и потому, что он задолжал бандюганам крупную сумму, которую он не в состоянии отдать. Ввиду последнего он даже закладывает свои органы, то есть он и так в принципе не жилец. Но в финале, получив приз, он, как выясняется, за год так и не тратит ни вона. Ладно, мать умирает, так и не дождавшись непутевого сына, это действительно трагический эпизод, и тут понятно, почему деньги больше не нужны. Но мафия-то, мафия, что она так просто оставляет его в покое? Есть и масса более мелких странностей и нестыковок, типа того, почему у пробравшегося на остров, где проходят игры полицейского, тупо не садится телефон. Почему больной дед, как выясняется в конце организатор игры, сначала участвует в состязаниях на равных со всеми, ходя на волосок от смерти, а потом вдруг устраивает себе исключение из игры без риска для жизни. Или вот, банально, один из центральных персонажей, Сан Во, в начале сериала постоянно носит очки, что как бы намекает на его близорукость не только в области распоряжения финансами. Но в ходе игры он вдруг оказывается без очков и бодренько так проходит испытания. И дело явно не в линзах. Друзья мои, вот как человек, имеющий проблемы со зрением и долгое время носящий очки или контактные линзы, я могу абсолютно точно сказать, что вот не смог бы он прыгать над пропастью по прозрачному стеклу, да еще и в конце испытания в атмосфере полумрака. Ну, или смог бы, но это было бы очень недолго и с очень неприятным для него исходом. Причем режиссер и сценарист, он же тоже носит очки. Ну, почему была просто нахрен послана такая бытовая, казалось бы, деталь? И подобными странными моментами сериал вот просто забит под завязку. Причем, чем ближе к финалу, тем их становится больше. Почему игроки раз за разом гадают о том, какие будут испытания? Когда у них прямо на стенах все игры, блин, нарисованы. И их даже через нагроможденные кровати видно. Ребят, вас четыре с половиной сотни человек. Что, никто так и не понял? Зачем управляющий игрой убивает своего брата полицейского, пробравшегося на остров, когда его можно было взять живьем, что и планировалось изначально сделать? Или главный герой обещает умирающий собек, что в случае победы заберет ее брата из приюта и обеспечит ему жизнь? Но вот в последней серии, проходит уже год после завершения игр, Кихун в меру депрессивно ведет полубомжатский образ жизни, имея целое состояние на счету и ничего не делает. Да, типа пацан посидит в приюте, все нормально, да и обещания, в общем-то, выполнять не обязательно. Собственно, забирает он парня и передает матери уже тогда погибшего Санво только после встречи с боссом игры. Ну и финал, где Кихун, зачем-то покрасивший волосы, сначала хочет лететь к дочери, а затем передумывает, лишен не только стройности, но и драматизма, и хотя бы какого-нибудь пафоса на крайний случай. И ты сидишь на последних минутах просто с фейспалмом и понимаешь, что сериал, который, ну, если закрыть глаза на всякие заимствования, на первой серии начинался как вполне себе интересная социальная драма с элементами, там, боевика и антиутопия, а в конце концов все скатилось вот в это. Сценарист и режиссер отмечает в интервью, что писал сценарий полностью единолично, дорабатывал на ходу и очень устал, поэтому он не хочет начинать работу над вторым сезоном. И к концу сериала эту усталость реально чувствуешь. Ну и, конечно же, дичайше удручает периодически врывающаяся в кадр тема Северной Кореи. Понимаете, я не фанат КНДР, и Великое Солнце Чучхе не то, чтобы сильно греет мое сердце, но представлять Северную Корею, как какой-то сельский мордор, где гуляет чума, откуда все бегут, а вот их туда-обратно депортируют. Это уже дерьмецо за гранью. Ситуацию спасает только то, что подобные мифы, явно сконструированные на основе южнокорейской пропаганды, встречаются лишь эпизодически. Хотя, конечно, один момент, имеющий отношение к КНДР, вполне себе хорош. Знаешь, как тебя назвали бы люди моего города? Сраный козел-контрреволюционер. Ты коммунистическая сука, я тебе... Но даже если учесть все это, то все равно возникает вопрос, а почему, несмотря на вот это вот обилие ляпов, на очевидную вторичность, сериал все-таки снискал себе такую серьезную популярность? Можно все списать на крутейшую картинку, и она действительно шикарна. Костюмы, интерьеры, актеры, операторская работа, все настолько стильно, что, как видите, даже костюмы из сериала теперь диктуют моду. Но мало ли стильных кинопродуктов выходило и выходит? Картинка отнюдь не является залогом тотального успеха и популярности. Вон у отечественного притяжения визуал был шикарным. Ну и благодаря чему мы его помним? Благодаря мему про Русса? Вы знаете Русса. Не, можно, конечно, все сослать на то, что народы теперь не те, все мы деграднули, и теперь хаваем даже вот это. Но очевидно же, что причины-то глубже. В игре в Кальмара есть игры на выживание, но на самом деле это сериал о людях. Зрителям не требуется много времени, чтобы понять правила игры, что дает им возможность следить за эмоциями персонажей. В других сериалах или фильмах аналогичного жанра один герой решает сложные головоломки, чтобы стать победителем. Но игра в Кальмара история о проигравших. Нет ни победителей, ни гениев, а есть люди, которые делают шаг вперед благодаря другим. Хван Дон Хёк интервью The Korea Times Причина популярности, как мне видится, не только в визуале, жестокости сцены или в каких-то промо-ходах. Хван Дон Хёк действительно смог создать крайне близкие многим образы, характеры, судьбы. Это люди, которыми наполнены в том числе и наши города. Причем именно вскрытие связей между капиталистической системой и ломкой судеб, это то, что удалось сценаристу и режиссеру лучше всего. Например, главный герой Кихун долгое время был рабочим. Но когда они с трудовым коллективом проявили солидарность с уволенными коллегами и объявили забастовку, она была жестоко подавлена. Один рабочий убит, а остальные лишились мест. А на фоне этого буржуазные СМИ еще и поливали их грязью. Кстати, как я узнал уже после просмотра сериала, основой для этой истории стала реальная забастовка на заводе Сангьонг Моторс в 2009 году. После этого Кихун пытался вписаться в рыночек, заниматься малым бизнесом, но разорился, скатился по социальной лестнице, увлекся азартными играми. Его личная жизнь оказалась уничтоженной. Но ценность фильма не только в том, что он показывает, как слабохарактерные люди, не шибко амбициозные и интеллектуальные, перемалываются системой. Он показывает, что даже интеллектуалы, люди умные и деловые, все равно рискуют оказаться в аутсайдерах. Тут и профессор математики, тут и выпускник Сеульского университета, с юных лет гордость всего района и, казалось бы, пришедший к успеху Санво. Принцип «будь умным, будь деловым, много работы и все получится» ломается, а реальность... «Ты правда потерял все акции, о которых говорил тот парень?» «Дело не только в акциях. Еще в фьючерсе». «Правда? Это что-то важное? Что это за ставки-то на такие деньжища? Или на девчонку спустила?» «Фьючерсы» — это другое. Ладно, забудь. Идея о том, что тяжелый труд окупится, остается распространенным лозунгом в Корее, даже несмотря на то, что все больше и больше молодых корейцев, следовавших путем высоко конкурентной корейской системы образования, сталкиваются с безработицей, доминированием чеболей и неравенством. И сериал является одним из эпизодов развенчания данного корейского, да в целом и мирового капиталистического мифа. Я сейчас скажу, может быть, не самую популярную, но, как мне кажется, достаточно очевидную мысль. Важность и общественная значимость того или иного культурного произведения отнюдь не измеряются оригинальностью или там наличием или отсутствием ляпов. То есть оригинальное и складное творение вполне может быть культурно ничтожным. И наоборот. Только в дело вступают уже несколько иные факторы. Ну, например, типажи, контекст. Знаете, здесь приходит на ум параллель с Дон Кихотом, Сервантеса. О романе Сервантеса немало писали, как об одном из самых дурно написанных произведений. Если брать во внимание море ляпов, нестыковок, например, в одной сцене у героев похищают осла, а потом он каким-то образом опять появляется. Или оригинальное имя героя меняется в конце. Очень наивные сюжетные повороты, вторичные истории, разбросанные по книге. Тем не менее, произведение не просто выстрелило, оно осталось на века. Прежде всего, за счет своего героя. Секрет успеха Кальмара, как мне кажется, в том же. В отличие от Голодных игр, Пилы и прочих, в нем герои, близкие обычному человеку, с актуальными проблемами. И на самом деле, несмотря на все минусы, я благодарен сериалу Игра в Кальмара, равно как и Паразитам, и другим кинотворениям того же Пак Джон Хи. Ну, потому что именно они к чертовой матери развенчивают миф о прекрасной капиталистической Южной Корее. Именно они показывают изнанку этого процветания. Хотя экономический рост в Южной Корее повысил общий уровень жизни, многие остались все-таки позади. Уровень самоубийств в Южной Корее один из самых высоких в мире. Остро стоит проблема благосостояния пожилых людей, почти половина из которых живет за чертой бедности. У молодых людей есть свои собственные проблемы, включая призыв на военную службу, усиление академического давления и ошеломляющую безработицу. По состоянию на 2020 год уровень безработицы среди молодежи составил 22%. В то время как миллионы обычных корейцев борются за выживание, элиты страны жестко держат экономику в руках. Корейская экономика функционирует на основе чеболей, корпоративных конгломератов, принадлежащих горстке богатых и влиятельных семей. Когда-то получившие одобрения на выведение нации из бедности, чеболи теперь выступают в качестве воплощения монополистического капитализма в Южной Корее, чреватого коррупцией. Крупнейший чеболь в стране включает компанию Samsung, генеральный директор которой, Ли Джей Йон, был освобожден из тюрьмы в августе 2021 года, отбыв только половину своего двухлетнего срока за взяточничество и хищение. Оправдывая его освобождение, правительство Южной Кореи сослалось на важность ли для экономики страны. И крайнее неравенство в Южной Корее это центральная тема игры в кальмара. Есть хозяева жизни, которым тупо скучно, и они ставят на кон жизни сотен нищих и бесправных, чтобы банально развлечься. Кстати, помимо прочего, игра в кальмара еще и демонстрирует такое своеобразное обличение буржуазной демократии. Ну, посудите сами, игроки приходят в игру добровольно. Они могут в любой момент прервать игру большинством голосов, но тогда, правда, они не получат деньги, деньги будут разделены между семьями погибших. Кстати, интересный момент. Во втором эпизоде сериала игроки большинством голосов прерывают игру и возвращаются к своей обычной жизни, но условия оказываются столь невыносимыми, что они добровольно возвращаются в игру. Ну, то есть, они все равно будут страдать в этих капиталистических реалиях, но в игре у них есть хотя бы мизерный шанс выиграть и сорвать этот куш. И в этом, на самом деле, один из самых драматических моментов сериала. То есть, система устроена так, что она провоцирует убивать, лгать, подставлять или гибнуть, потому что альтернатива не лучше. И да, конечно, сериал это обличение коррумпированной бесполезной полиции, это обличение зажравшихся и реально карикатурно выставленных миллиардеров, это, наконец, обличение жесткой антирабочей политики в Южной Корее. Южная Корея вообще имеет очень долгую и непрерывную историю антирабочих практик, часто экстремальных, а иногда и ненасильственных. Буквально в прошлом месяце президент Корейской конфедерации профсоюзов был арестован и заключен в тюрьму под предлогом нарушения правил безопасности от COVID-19 на митинге рабочих в Сеуле. По всей видимости, с помощью этой посадки правительство рассчитывало подавить боевую активность рабочих. Чтобы вы понимали, он является тринадцатым по счету президентом конфедерации профсоюзов, попавшим в тюрьму. И все проблемы, поднятые в сериале, характерны в тех или иных пропорциях для всех капиталистических стран. Оттого сериал так близок многим. Однако проблемы проблемами, но сам по себе возникает вопрос, а как их решать? И вот тут кроется еще одно слабое место произведения. По крайней мере, первый сезон не дает вообще никаких путей выхода. Даже решив не тратить выигранные деньги, Кихун все равно вынужден в итоге их тратить. И знаете, это ведь в целом порог многих работ, не только игры в кальмара. Искусство всегда отражает реалии эпохи в художественной форме. Те мысли, те тренды, которые господствуют в обществе. И сегодня люди искусства, точнее лучшие, более порядочные, вдумчивые из них, нащупывая пороки капиталистической системы, обличая их, красиво и драматично обыгрывая, в конце концов утыкаются в стену. Потому что даже на уровне дискурса, на уровне народного сознания убита идея лучшего мира, убита идея альтернативы. Как бы я критически не относился к теоретическим изысканиям Герберта Маркуза, но именно он в своем одномерном человеке указал, что репрессивная составляющая современной культуры заключается в том, что она исключает альтернативу, выставляет ее как ненужную, глупую, утопическую. Особенно серьезно веру в альтернативу подорвал, уже, правда, после смерти Маркуза, крах социалистического блока. С тех пор на мировом уровне надежда на слом капитализма была, если не убита, то загнана куда-то на периферию общественного сознания. Но это не отменяло того, что противоречия капитализма никуда не делись, а многие из них в последние десятилетия только множились и множились и множились. Люди, в том числе наиболее вдумчивые из творцов, не могут не видеть или даже испытывать на себе кризисов и стагнации мировой экономики. Они видят, что показатели неравенства, снизившиеся в 20 веке, нынче снова бьют все исторические рекорды. Они видят голод, болезни, товарность всего и вся, включая жизнь многое-многое другое. Только если в 1917 была надежда на мировой пожар, глобальное переустройство экономического и политического ландшафтов, то сегодня альтернатива потеряна. И это отражается в творениях культуры тоже. Да взять нашего отечественного Юрия Быкова и его относительно недавний фильм «Завод». Вот вроде бы же круто разворачивается действие, классовая ненависть кипит, все отлично, но подходя к финалу творец сам словно спотыкается и выдает такую невнятность после которой просто хочется стереть себе память по крайней мере о последних 15 минутах фильма. Мир потерял путь к серьезной альтернативе капитализму и в этом гигантская трагедия нашего времени. Кстати, именно поэтому несколько роликов назад я запускал призыв к коллективному мозговому штурму над реальной программой преобразований. Ссылки можете найти на экране и в описании. Впрочем, для кого-то фишки сериала и вовсе становятся прикольчиками поводами для развлекательных роликов на ютубе или в тиктоке. Да, это еще одна проблема, проистекающая отчасти из предыдущей. Очень многие расценивают социальный кинематограф не как повод для тяжких дум о судьбах человечества, а просто как развлечение. Других играв кальмара все же наталкивает на глубокие мысли, но все заканчивается банальным эскапизмом. А между тем, день за днем капиталистическая система продолжает перемалывать миллиарды и миллиарды людей, миллиардеры все так же правят бал в этом мире, Netflix стрижет бабки сериала, имеющего, казалось бы, антикапиталистический характер, бренды повышают свои прибыли, ну а мы каждый по-своему продолжаем играть в этого кальмара. Такой вот сериал вышел у товарища Хван Дон Хёка спорный, дико несовершенный, но, как мне кажется, очень своевременный и раскрывающий не только проблемы современного капитализма и дикой конкуренции, но и проблемы кинематографа, который об этом обо всем рассказывает. Я же с вами прощаюсь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите комментарии, распространяйте видео, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на наши ресурсы в социальных сетях, ссылки будут в описании и думайте, в какие игры вы играете. До новых встреч!